Привет, солнышко, это Лиз. Озвучка манги. Моя первая любовь, сплошная неприятность. Первый по тридцать шестую главушку. Это все главушки. Ссылочка на переводчиков есть в описании. А мы начинаем. Приятного просмотра! Престижная частная школа города Шэньчжэнь. Второй день в новой школе, а я уже нашла замечательное место, откуда можно любоваться закатом. Когда я поднимаюсь на крышу, чтобы насладиться пейзажем, то начинаю чувствовать себя лучше. Господин Ли Чиньхань! С тех пор, как мы впервые встретились, я увидела вас, прекрасного принца. Признание? Я не требую взаимности, я просто хочу быть рядом и защищать вас. Вы позволите? Нет. Но вы правда мне нравитесь. Я готова на все ради вас. Не стоит. Почему вы со мной так поступаете? Я же правда люблю вас. Ли Чиньхань? Кто он? Мне жаль эту девушку. На следующий день. Господин Ли Чиньхань! Снова он? Полагаю, вы наслышаны обо мне? Честно говоря, я не знаю, почему так много парней бегают за мной, когда я даже не смотрю на них. Ведь единственный, кому прикован мой взгляд, это вы. Я тебя не знаю и знать не хочу. На третий день. Господин Ли Чиньхань! На четвертый день. Господин Ли Чиньхань! Последующие дни. В течение этого месяца бесчетное количество людей посетило крышу, чтобы признаться в своих чувствах к Ли Чиньханю. Позже это стало моим величайшим удовольствием. С тех пор, как я перевелась. Уже после я узнала, что Ли Чиньхань это самый популярный красавчик в школе. Кроме того, его отец Мудин Кай. Один из самых состоятельных личностей. И так вышло, что самый красивый парень в школе учится в моем классе. Да еще и сидит практически рядом со мной. Меня зовут Хуазаншу. Почему такая, как я перевелась в школу, где подавляющее большинство учеников дети из богатых семей? Конечно, это благодаря отцу, который считал своим долгом сделать меня счастливой. Но он не знал, что... Давай речи, сейчас все раскупят. И что, сегодня на обед? В этой школе есть ученики, которые никак не выделяются на фоне остальных. Они настолько сдержаны, даже когда говорят. И я одна из них. Но это не имеет значения. Я привыкла быть одна. Я думала, что всегда буду прилежной ученицей старшей школы. Я даже не подозревала, что все началось неделю назад. Вечерняя самостоятельная работа? А? Его зовут Циньцянь. Он неплох в учебе. Кроме того, достаточно популярен среди девочек, которые вечно крутятся возле него. Ха-ха-ха. Ага. Ха-ха-ха. Каждый из вас наверняка видел Сили-Би. Однако это первый раз, когда вы видите Би Сили. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Эй, вы все согласны? Вы швырнуют Циньцян из нашего класса. Если да, то напишите внизу свою фамилию. Так ему и надо. Пусть катятся отсюда. Ван За Цинь. И чертов плейбой. Ну, сходи, убейся. Фансу. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Бесили. Я вновь пришла на это место полюбоваться закатом, а заодно и избавиться от плохих эмоций. Но на самом деле солнце уже село. Оставив за собой лишь шлейф облаков. Хватит ныть! Я попросил тебя обменяться контрольным листом, но ты отказался. Раз у тебя хватило смелости на это, то почему сейчас ты плачешь? Братхань был высокого мнения о тебе, так почему ты не оправдал его ожидания? Думаешь, мы бы сжались над тобой из-за твоей большой поддержки? Братхань, что нам с ним делать? Скукотища, сам решай, и я пойду. Братхань, мы с ним, с него одежду, а остальное я сообщу вам позже. Прекрасная идея. Пожалуйста, не делайте этого, я умоляю. А? Почему? Я думал, что тебе так нравится красоваться своим телом. И сейчас мы даем тебе шанс оголить его полностью. Би-чат, директор. Я слышал плач на крыше, не могла бы ты посмотреть? Эй, ты еще в силах нас умолять? Я думал, это трудно в твоем-то положении. Ух ты, я всегда знала, что он крепкий парень. Умоляю вас, прекратите, это моя вина. Твоя вина? И что же ты сделал не так? Разве у тебя есть право на ошибку? В следующий раз я обязательно поменяюсь контрольным листом с братом Хань. Видимо, до тебя не дошло с первого раза. Я сказал, убирайся отсюда. А ну, прекратите! Почему вы бьете своего одноклассника? Учитель химии Вайцин. Хайшки, мисс Дзиндзин. Цин-цин, ты в порядке? Вау, красотка спасает героя. Мисс Дзиндзин, вы такая крутая. Вы что, с ума сошли? Мисс, я думаю, вы единственная, кто сошел с ума. Мисс Дзиндзин, вы ведь даже не родственники, так почему вы защищаете его? Может, потому что он красавчик? Не так ли, мисс Дзиндзин? Мисс Дзиндзин, так в каких вы отношениях с ним? Мисс Дзиндзин, строите из себя рыцаря в белых доспехах. С такой милой юбкой. Похоже, вы достаточно близки. Мисс Дзиндзин, ваша прическа сегодня просто отпад. А ведь когда-то вы мне нравились. Мисс Дзиндзин, если у вас какие-то проблемы, то почему бы их спокойно не обсудить? Зачем вы ударили ученика? Мисс, мы никогда не били женщин, но вы вынуждаете нас нарушить это правило. Директор школы, Ян Дзиндзиндзин. Что это вы тут делаете, парни? Ничего, стыдно, учитель. Что же мы можем делать под вашим-то строгим надзором? Мы просто развлекаемся с Тзиндзин. Правда, Тзиндзин? Мисс Вэй подумала, что мы деремся и преподала нам урок. Мисс Вэй, вы в порядке? Перестаньте доставлять неприятности и возвращайтесь в класс. Вы обломали нам все веселье, учитель. Кибер-кафе. Учитель, Ян Дзиндзинь, запись в крыше. Отправить. Это единственное, что я могу сейчас сделать. Кабинет химии. Учитель, у вас юбка грязная. Учитель, если вам нехорошо, то, может, сходить домой отдохнете? А мы пока тут сами позанимаемся. Это в ваших рук дело. Да не переживайте вы так. Мы все понимаем. Плохое самочувствие при ПМС – это нормально. Учитель, спешу доложить, что преступник Дзиндзинь. Я видел, как он опрокинул колбу. Вы трое продолжайте заниматься, я скоро вернусь. Циндзинь, как ты мог? Мисс так хорошо относилась к тебе, а ты наплевал на ее доброту. Но это был не я. Ты все еще припираешься, даже при наличии свидетелей. Признайся уже, пока Мисс Вэй не пришла. Это правда, не я. Пожалуйста, ведите себя тихо. Это лаборатория. Вы мешаете другим ученикам. Классный дежурный Ян Зи Юй. Все. Ты еще способен умолять? Ха, неженка. Слишком поздно для извинения, слабак. Пожалуйста, не бейте меня больше. Я знаю, это моя вина. А? Откуда у него эта запись? Не мог поверить, что кто-то посмел отправить мне СМС с просьбой не заходить так далеко. А это забавно. Выясни, откуда и кем был отправлен СМС. Без проблем, оставь это мне. Компания моего отца имеет специалистов этой области. Кто мог отправить ему предупреждение? В любом случае, мне стоит быть осторожнее. Школьное общежитие. Ухуа Тин Шу. На следующее утро. Братхань, нам удалось выяснить, что СМС была отправлена с трандомного мобильного IP-адреса. Поэтому мы не смогли узнать, кто это мог быть. Какая жалость. А мне так хотелось познакомиться с этим человеком. После всего, парни, как обычно, продолжили издеваться над Зиндзянь и дразнить учителя. Пожалуйста, не бейте меня. Я знаю, это моя вина. Пожалуйста, не бейте меня. Я знаю, что это моя вина. Пока однажды запись побоев и оскорблений не стала транслироваться по всей школе. Эй, ты что-нибудь знаешь об этой записи? Не то слово. Эта новость навела много шума, отчего по школе поползли слухи. Кабинет директора. Поговаривали, что это хакер использовал школьный компьютер, чтобы организовать трансляцию. Ну все, это уже никакие ворота! В конце концов, Пан Зе Цзин и его друзья на неделю отстранили от занятий. Цзинь Цзян был вынужден перевезти в другую школу, а учитель Вай Цзинь уволилась. Я думала, что всему пришел конец. Перемена. Брат Хань Ван Цзин. Только что позвонил и сказал, что выяснил, откуда был отправлен смс. Оказывается, это кибер-кафе, где неизвестно хотелось связаться с директором школы. А? Пусть проверит камеры видеонаблюдения. Мы должны выяснить, кто был отправителем. Нет необходимости. Он уже сделал это. Оказалось, что это парень примерно нашего возраста. Забрал видеоклип пару дней назад. Не знала, что там был такой хороший человек. Становится все интереснее. Неизвестный номер. Алло. Алло, алло. Попалась. А? Вот, кто информатор. А? Не прикасайся ко мне. М? Ха. Знаешь. Впервые слышу, чтобы кто-то так со мной разговаривал. Ты такая интересная. А ты такой скучный. Эта девушка... Еще увидимся. А? Для Хуан Зэньшу этот день был подобен целому столетию. Незадолго до вечерней самостоятельной. А? Это он. Звонит на урок. Вечерняя самостоятельная работа. Учитель, кто-то порвал мои учебники. А? Ммм. Учитель, я видела, как кто-то поменял порту. Ли Чжин Хань. Учитель предлагаю ничего не трогать и позвонить в полицию. На учебниках могли остаться отпечатки пальцев виновного. Я не думаю, что это в этом есть такая необходимость. Согласен? Забудьте, учитель. Все равно учебники уже старые. Мне они больше не понадобятся. Не стоит звонить в полицию из-за такого пустяка. Все в порядке, ребята. Оставайтесь на своих местах и продолжайте заниматься. А мне нужно срочно отойти на какое-то время. Действовать таким образом. На следующий день. Батаскуха, посмотрите на это. Что случилось? Дочь выскочки Хуан Цзюшен. Распутная шлюха. Она соблазнила более ста мужчин. Хе-хе-хе. Она идет. А вот и наша героиня. О? Алло, полиция. Я хочу завести дело. Кто-то пытается оклеветать меня. Я сделала несколько фото. Нет-нет, мне не нужны извинения. Я просто хочу подать на них в суд. А ты не из робкого десятка? Разве я не говорила вам не злить меня? Более того, если вы считаете меня распутной шлюхой, я должна была соблазнить хотя бы парочку парней из нашей школы. Если вы так хотите испортить мою репутацию, вам придется приложить немало усилий. Я ведь даже ни с кем не разговариваю, не говоря уже о том, чтобы кого-то соблазнять. Кто знает, может, люди с высоким IQ способны совлазнять без слов. Если вам так не терпится меня оклеветать, я предоставлю вам немного информации. В детстве я ворвала вещи, поэтому вы можете написать о краже вещей, когда я была ребенком. О краже сотен мышческих трусов. Угу. Дура, тебе лучше запомнить все, что ты сегодня сказала. Если хочешь жить достойно, манись планкой. Достоинства существуют лишь для того, чтобы не позволить вам упасть в чьих-то глазах. Школьное общежитие. 22.00. Должно быть, учитель проверяет, цели в своих комнатах. Кто там? А? Ай! Хе-хе-хе-хе! Ха! А? Ах, неужели это Хоа Цзинчань, которая дерзила нам утром? Бейте ее! Я начну! А? Хе-хе-хе-хе! Ах вы! Твари! Ау, больно! А? Ай! Вау, это достаточно сильное. Ай! Ай! Черт возьми! Кто-то идет, бежим! А? Ах... Что за шум? Разве ты не должна быть в постели? Здесь что-то произошло? Ничего. Ты в порядке? Да. Хорошо, если что-то случится, сообщи мне. Доброй ночи. Ну идите, пошли. Было темно, поэтому они вряд ли могли увидеть, как сильно побили меня. Точно. Если они увидят, что я в порядке, то продолжат меня задирать. Если же я притворюсь побитой, то из-за самоотдовозренности они остают меня в покое на некоторое время. Эй, смотри. Эй, посмотри на неё. Эй, брат Хань, посмотри наконец на Хоэ Дэньшу. Ну что, девчонки, рассказывайте, кто ударил её. Она получила от меня дважды. Мой удар был в области шеи, а вот где ударила её я. Молодцы, отличная работа. С меня, Хавчик. Ура! Ну как тебя чувствуешь? Болит? Ха-ха-ха-ха-ха. Куда это ты так спешишь? Я не собираюсь опускаться до вашего уровня. А? А? Ха-ха-ха-ха. М-м-м. Отвали. Ауч. Ты сама меня оттолкнула. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Боже, сволочи. Что тут происходит? Что вы наделали? Учитель, мы здесь ни при чём. Она просто упала. Да, она была в плохом настроении, мы попытались её подпотрить, как вдруг она внезапно упала. Учитель. Девчонки легонько её толкнули. А Брайхань стояла неподалёку и хотела её поддержать. Не имея никакой благодарности, она оттолкнула его, в результате чего и упала. Если бы нам не верить, спросите других учеников. Да, да. И как вы только не стали актёрами с такими-то навыками игры. А теперь попытайся медленно встать. Они говорят правду. Учитель. Учитель, я упала по чистой случайности. Ты ушибла руку. Советую сходить в школьный медпункт, чтобы обработать рану. А остальные немедленно уселись на свои места. Идём. Сходи к медсестре. Снова одно и то же. Все продолжают задирать меня. В мире нет супергероя, который бы вершил справедливость. Ни тогда, ни сейчас. Нет никого, кто бы мог заступиться за меня. Люди либо всегда преклоняются перед богатыми, либо безразличны к тому, что к ним не относятся. Ничего не изменилось спустя много лет. Я думала, что освоила навыки по самозащите. Однако снова попала в подобную ситуацию. Нет, я больше не та, кем была раньше. На этот раз я не позволю умнижать меня. Я должна отомстить двойне за всю ту боль, которую они успели причинить. У них нет ничего, кроме денег. Должен быть способ дать им отпор. Мне необходимо выждать подходящий момент для контратаки, как в прошлый раз. Сейчас не время признавать свое поражение. Если сейчас сдамся, не будет ли это значить, что все мои страдания были напрасны? Как же я должна отомстить? Что бы сделать, чтобы Ли Джинхань наконец перестал надо мной издеваться? Катись в ад, тварь! Хорошая работа! Черт! Ауч! Дрянь, отпусти ее! Отцепись от нее, тварь! Отстань! Черт, ты, ты, сучка! Я преподам тебе урок! Убейте ее! Прекратите сейчас же! Учитель, она сломала мне руку! Учитель, она ударила меня, даже след на форме остался! Молчать! Ты в порядке, можешь видеть! Ага! С твоим зрением все, все хорошо? Взяли и пошли в школьный медпункт! Медпункт? Доктор Селмен, как они? Не беспокойтесь, директор Ян, позвольте взглянуть. Глаза все еще болят. Можешь видеть? Перестань притворяться, дешевка! Да ты только и делай, что притворяешься! Я могу видеть. Я думаю, что моя голова пострадала больше, чем глаза. Фэн Фэй! Если ты будешь дальше поливать людей грязью, боюсь, что мне придется рассказать об этом твоим родителям. А? Учитель, мы те, кого избили. Разве вы не видите нашей раны? Это правда, она уже не первый раз нас безбивает. Два дня назад она сделала то же самое с нашими одноклассниками, а теперь эта тварь предваряется жертвой, пытаясь вызвать жалость у людей. Снимите с нее повязку, и вы убедитесь, что она лжет. И из-за этого вы с ней так поступаете? Нет, не только из-за этого! Наша команда была вынуждена сдаться в игре из-за нее. Наш аккаунт был скрыт. Я играла в течение двух лет, а не целых три года. Таких высоких уровней невозможно достичь за несколько дней. Вы знаете, через какие трудности нам пришлось пройти? Вы уверены, что в этом виновата Хуа Цзэньшу? В этой школе она единственная, кто способен на такое. Цзэньшу, это правда? Мой компьютер в моей комнате. Можете вызвать экспертов. Что, проверить, имею ли я к этому какое-то отношение или нет? Что, если ты успела заместить за собой следы? Учитель, надеюсь, вы позвоните в полицию, и интернет-эксперты выяснят правду. Быстрее звони в полицию, чтобы не дождусь, когда она придет и проверит наши травмы. Ты ударила меня в грудь и чуть не сломала руку Мэн-Мэн. Ну все, я собираюсь позвонить прямо сейчас, посмотрим, как ты отделаешься на этот раз. Хорошее решение, но дай-ка подумать. Ведь ваши родители известны личности, что если в СМИ напишут статью о том, что вас избил более слабоучий ник? О? Почему вы угрожаете Хуа Цзэн-Шу? Кто вам сказал пойти в класс и избить ее? Это был Ли Чин Хань или, может, Ван Цзэцзин? Никто. Нас просто бесит ее поведение. Она лишь немногим умнее нас. Да, она слишком высокого мнения о себе и все время сидит в своих наушниках. Что за глупость судить о человеке по наушникам? Я недавно перевела сюда и еще не привыкла к урокам английского языка, поэтому слушаю песни на английском, чтобы улучшить свои оценки. Учитель, она ужасно избила нас, и вы не собираетесь принимать никаких мер? Так зачем вы провоцировали ее, зная, что не сможете победить? О? У тебя больше нет никаких ран? М-м. Ты действительно не имеешь никакого отношения к их проблемам с игрой? Нет, потому что я ничего про это не знаю. Должно быть, эта игра очень важна для них. Ложь! Кая прожла ночью, наши компьютеры были взломаны. Единственная, кто пришел на ум, была ты. Да, потому что вы тупицы. Хватит, прекратите спорить. Школьный автобус уже здесь. Троим из вас придется вернуться в общежитие и отдохнуть. Эй, Фэйфэй, вы как, брат Ханя и я очень переживали за вас? Боюсь, в заклад здесь есть человек, который пострадал больше, чем мы. Да, мы делали всего пару синяков, в то время как кто-то получил по лицу. Должно быть, это очень больно потерять столько крови. Джи-Джи, ты правда волновался за нас? Конечно, правда, брат Хань. Прекрати это сейчас же, или пострадаешь еще больше. Кто твой партнер? Ничего. Ха, да кто вообще захотел бы быть моим напарником? Вот, узнаешь, сообщи. А? Да мне плевать, кто он, просто скажи уже! Хватит, Джи-Джио. Пора спать. А кто-то брезал мне сообщение? Мама. Джи-Джио, приезжай на этой неделе, я приготовлю тебе что-нибудь вкусненькое. Почему мама так вежлива? Не припомни, чтобы я захотела в диалоги. А? Джи-Джио, кажется, я беременна, что мне делать? Папа. Твоя учеба тебя сильно напрягает? Мама. Заня, что у тебя все хорошо в последнее время? Брат. Сестренка, твоя шутка совсем не смешная. Бе-беременна? Опять эти двое? И шутки так вольгарны. Туалет. Не открывай свою сумку. Подозрительно. Брайхань, ты правда не идешь на физру? Ага, я не хочу. Помоги мне придумать отмазку. Мне кажется, это не сработает. Учитель Ван просто не поверит, что бы мы не придумали. Да, Джи-Джио, мистер Ван не допустит этого. Если ты опоздаешь, он заставит бежать тебе дополнительный круг. Он никому не дает спуску. И она идет. Ей нужно переодеться до урока. А она обычно кладет в спортивную форму в вексаг, поэтому я оставила в нем небольшой подарок. Хе-хе. А? Там что-то шевелится. А? 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 А, тараканы! Убирайтесь! Отцепитесь! А? Не трогай меня, нет! Отстань от меня! Эй, тараканов больше нет! Я не вру, оглянись! Мы уже сбежали. А? 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 Хань-хань? Почему? Это его вина. Эм. Хань, ты в порядке? Хань-хань, ты не ошибся? Мм. Я больше не в силах это терпеть. Я должна найти способ уйти отсюда. Составить сли моего отца, подать заявку на перевод или позволить школе исключить меня, это не важно. Главное, во что бы ты ни стала покинуть эту школу. А? Я должна найти способ покинуть это место. Ну что ж, ребята, сегодня я проведу промежуточный тест, на котором проверю ваши знания. Промежуточный тест. Я надеюсь, каждый из вас помнит школьные правила, и мне не придется ловить вас за списыванием или обменом экзаменационными листками. В этом случае, те из вас, кто нарушит правила, будут жестоко наказаны. Итак, с этого момента можете приступать. Экзаменационные тесты. Во время урока он обычно играет в своем телефоне или спит. Но под его конец может попросить Иван Зо Цзин заставить одноклассников поменяться с ним экзаменационным листом. Я думаю, что семья возлагает на него большие надежды. Это объясняет, почему в тот раз он хотел услышать свои результаты по тесту. Учителя, должно быть, знают об этом, но они боятся его семьи, отчего просто закрывают глаза на его пожеступке. Школа не может повлиять на его поведение. Если в итоге окажется два одинаковых листка с его именем, среди которых нет моего, учителя подумают, что это он заставил меня с ним поменяться, и это точно не останется без внимания. Школа не поверит в то, что я сама захотела сделать это. Потому что у меня нет на это причин, что я получу взамен, если поменяю с ним листком. Учителя могут предположить, что мне угрожали до теста, но из-за этого ничего не вышло. В конце концов, из-за страха, что мне будут мстить, я придумала и в последнюю секунду изменила свое имя на его. Если меня раскроют за то, что я подставила его, этот случай не будет проигнорирован, поскольку Лиджин Хан сын самого богатого спонсора этой школы. Таким образом, меня точно исключат. Тест по английскому языку. Лиджин Хань. Не важно, что будет дальше, если мне все-таки удастся покинуть это адское место. Кабинет директора. Лиджин Хань, Хуадяншу, заходите. Есть кое-что, о чем я бы хотел с вами поговорить. Взгляните на это. Тест по английскому. Лиджин Хань 138, Лиджин Хань 150. А? А. Не может быть. Я уверена, что листок, где стоят 38 баллов, мой. Но как Лиджин Хань смог набрать такие высокие баллы за английский? Кто-нибудь может мне объяснить, что происходит? Лиджин Хань, Хуадяншу. Сегодня твой отец снова попал на заголовки развлекательных новостей. На этот раз с 17-летней моделью, примерно твоего возраста. Горячие новости. Ли Дун Кай и известная модель. Какая жалость. Они зацензурили самое интересное. Угу. Учитель, вам не кажется, что говорить такие вещи на глазах у девушки немного неприлично? А? А прости, забыл, что ты несовершеннолетняя. Дело не в возрасте. Ладно, вернемся к изначальному теме разговора. Лиджин Хань, почему ты угрожал ей? Это потому, что она написала мне смс, что видела драку на крыше? И из-за этого вы пытаетесь друг другу насолить? Ван Зы Цзин использовал авторитет своего отца, чтобы следить за телефонами учителя. Я прав. Разве кто-то из учителей жалуется на тебя? Никто в этой школе не упрекает тебя. Никому даже нет дела до этих твоих экзаменационных листов. Скажи, чего ты добиваешься? Это уже остальная секунда мне показалась, что я совершенно без защиты. Мне так повезло, что я до сих пор жива. Алло, да, я его классный руководитель. Ян Зы Цзин, хорошо, я понял, я передам ему месли. Ты не взял с собой мобильника, звонила твоя мать. Она просила передать, чтобы ты сейчас же вернулся домой. И почему дети должны быть вовлечены в проблемы взрослых? Нужно быть полым идиотом, чтобы верить в то, что твой ребенок станет образцовой элитой общества. Забавно, не правда ли? Учитель, пожалуйста, исключите меня. Зачем? Леженька не именялся со мной экзаменационными листами. Я сама написала его имя на своем листке. Я знаю, такая маленькая шалость не повод для исключения, не говоря уже о хорошем ученике. Что мне сделать, чтобы меня исключили? Эта школа не может исключить тебя. Раз ты и не знала, люди тратят больше денег на то, чтобы попасть сюда. Твой отец думал, что ему придется сделать то же самое, но когда основатель школы увидел твой табель успеваемости, он не взял с твоего отца ни пени. Основатель пригласил тебя в школу. То есть ты учишься здесь бесплатно? И ты все еще предлагаешь исключить тебя? Когда проучилась, тут меньше семестра? Папа, почему ты мне не рассказал о таких важных вещах? Основатель школы – это мой дедушка. Наша семья и семья Лиджинхани имеет между собой некоторую связь. Его отец был учеником моего дедушки. Лиджинхань – сын от второго брака. Первая его жена больше не могла иметь детей после того, как родила ему дочку. Его отец развелся с первой женой, после чего смог выбиться в люди и стать влиятельным человеком. Лиджинхань вместе со своей матерью прибыли сюда из другой страны. Его мать была тайна любовницей его отца. Учитель, зачем вы мне все это рассказываете? Не пытайся сбежать из этой школы, или я больше не смогу смотреть в глаза своему дедушке. Также прекратите враждовать Лиджинхань. Он неплохой парень. Из-за проблем в семье он вымещает всю свою злость на тебе. Я попробую поговорить с ним и дать ему немного времени, чтобы успокоиться. И сама не хочу больше конфликтовать с этим психом. Если я не буду ничего делать, значит ли это, что он так просто оставит меня в покое? Вы ничего не понимаете, учитель. Как вы предлагаете выжить беззащитному человеку в мире, в котором люди подобны зомби? И так-то просто. Каково это спать без принятия в ванны? Откуда он знает, что у меня не было воды и электричества на протяжении двух дней, около десяти часов вечера? А что, если сегодня мы отключим электричество в магазине твоего отца? Лучше будь спаинькой. Зэньшу, срочно приезжай в больницу. Твой отец попал в аборио. В больнице скоро медицинской помощи. Мама, не переиздевай. Сестра скоро будет. Мама! Сестренка, почему так долго? Зэньшу! Твой отец травмировал голову. Полицейские сказали, что перед машиной был сильно поврежден от удара. Что мы будем делать, если с твоим отцом что-то случится? Мама, о чем ты говоришь? Зэньшу, с ним же все будет в порядке. Он же не может оставить нас. Мама, перестань накручивать себя. Если его не станет, я не смогу задержать семью в одиночку. Операционная. Папа, это из-за меня дело приняло такой оборот. Потому что я искала неприятности и не знала, когда следует остановиться. И зачем я только провоцировала этих сумасшедших? Это моя вина. Это все из-за меня. Я слишком переоценила свои возможности. Если бы я не совала нос на свое дело, мой отец бы... Папочка... Это вы, родные пациента? Угу. Доктор, как он? Пожалуйста, успокойтесь, у него всего лишь пару царапин. Его жизнь ничего не угрожает. Видишь, я же говорила, что с папой все будет хорошо. После операционной отца перевели ее в обычную палату. Ты сильно перепугала наших детей. Со мной все хорошо, не переживай. Хорошо, что он в порядке. После очередного осмотра выяснилось, что отец действительно отделался всего парой царапин. Чуть позже мы с братом вернулись обратно в школу. Так много чего случилось всего за пару дней. Мечальня самостоятельная. Мне нужно придумать, как защитить свою семью. У меня нет выбора. Это единственный выход. Ради моей семьи. Встретимся в классе после урока. Хо-дан-шо. Ура, свобода! Брат Хань, пойдем в общагу, в ком порубимся. Простите, ребята, не сегодня. Мне нужно уладить одно дело. Сколько времени это займет? Мы можем подождать тебя. Не стоит, можете идти. Хорошо, ну мы пошли. Ага. Что ты с ним сегодня? Не знаю. Все мои одноклассники уже ушли. Неужели он действительно сидит у меня за спиной? Не стоило все-таки отдавать ему записку. А? Да, он там. Что мне ему сказать? Ах. Эм, я знаю, что была неправа в этот раз. И почему же это моя вина? Моя вина лишь в том, что моя семья не такая богатая, как твоя. А? Почему он молчит? Ждет, когда мне станет стыдно за свои слова? Я сделаю все, что потребуется, правда. Я могу извиниться перед всем классом или записать свои извинения на камеру, пока ты... Поцелуй меня. А, что? Ты же сама сказала, что сделаешь все, что угодно. Тогда поцелуй меня. Поцелуй меня до тех пор, пока я не самоудовлетворюсь. Поцелуй меня? Разве ты сама не сказала, что сделаешь все, что угодно? Что? Но я лишь сказала, что потребуется, это не значит, что ты можешь желать все, что вздумается. Это уже слишком. Какая жалость? Я передумал. А ведь у тебя был такой шанс. Подожди! Ты хочешь, чтобы я дал тебе второй шанс? Нет, нет, нет. Мне даром не сдался такой шанс. Я... Я не знаю, как целоваться. Шутишь? Ты даже целоваться не умеешь? Почему это я должна знать, как целоваться? Мне кажется, я настолько испорчен, как ты. Не ожидал, что ты не умеешь целоваться. Если это так. А? Позволь мне научить тебя. Нет. А? Ладно. А? Тогда потренируйся, а завтра покажешь, чему научилась. Жду не дождусь твоего представления. Увидимся. Представление, будто я похожа на актрису. Как он смеет желать моего поцелуя? Разве это не слишком? Он просто хочет посмеяться надо мной. Но мой папа до сих пор в больнице, и я не могу допустить того, чтобы моя семья снова страдала. Это всего лишь поцелуй. Когда я выполню его желание, все будет в порядке. На следующий день. Наконец-то закончились уроки. Ммм, так быстро научилась. Я готова. А? Правда? Куда мне от тебя поцеловать? Ммм, дай-ка подумать. Сюда. В лоб, до того, как я поцелую его в губы. Или сюда. Ты что, издеваешься надо мной? А может сюда? А поцелуй в губы? Да, я решил. Именно сюда. С этого момента мне действительно хочется стать киллером-невидимкой. Его шутки зашли слишком далеко. Я готова разорвать его на мелкие кусочки. Что он хочет сказать с этим взглядом? В любом случае, я уже согласилась и обязана это сделать. Это всего лишь поцелуй, который закончится в новенье ока. Мы что, в детском садике? Ты целуешь меня по собственной инициативе? Так как у Валешего ведешься, как амеба. А ты таба, но если бы ты не использовала свои грязные трюки, я бы тебя вообще не поцеловала. Я очень разочарован этим поцелуем. Я хочу настоящий поцелуй, а не нежное прикосновение. Попробуй еще раз. Что, опять? Ты разве не смотрела в интернете, как это делается? Смотрела. Значит, забыла, что я сказала тебе до этого? Во время поцелуя нужно соприкоснуться с языком партнера. Что? Разве это не французский поцелуй? Я... я так не умею. Да, ты такая глупая. А? Его лицо так близко. Отчего кажется, что мое сейчас горит от смущения? Эм... Ты зачем дыхание задержала? Дура, что ли? Просто это так смущает. Эм... Возвращайся и практикуйся в том, чему я тебя научил. Надеюсь на твое следующее представление. А? Как только тебе понравится мое представление, ты позволишь мне уйти? Нахрен, нахрен с этой планеты? А? И что смешного? Ага. Кто знает, может быть... Успехов. А? Школьное общежитие. Позвольте вашему языку проникнуть в распартнера, совершая вращательное движение. Вы также можете нежно укусить его, ее язык или губы. Что это, черт возьми, такое? Отвратительно! Какая же я жалко, и как я только докатила до такого. Как только я представила, что его язык проникнется внутрь, меня чуть не вырвало. Ощущения после поцелуя так и не прошли. Не важно, сколько раз я очистила зубы. Но каждый раз, когда я об этом думаю, мое сердце бьется быстрее. Почему я попала в эту ситуацию? Все в порядке, я уже целовала его. Еще один поцелуй не имеет значения. Это всего лишь традиция в других странах. Это всего лишь традиция в других странах. Повторила еще сто раз. Успокойся, успокойся. Мне просто нужно быть нежной, по крайней мере, я должна притвориться. Я просто обязана удовлетворить его в этот раз. И не собираюсь целовать его снова, лишь за то, что он недоволен моим поведением. Твое лицо! Сколько же раз до вчера ты представлялась ты нас поцелуем? Ну, раз ты не в настроении, мы можем продолжить в следующий раз. Не, было так сложно заставить тебя сделать это, что не дождусь. Даже самых грубых слов в мире не хватит, чтобы описать мою ненависть к нему. Прости, ты такая забавная. Эй, не знаешь, как поднять настроение? Да ты единственная, кто его испортил. Чтобы поднять настроение, ты должна сперва целовать в другие места. Лоб, нос, лицо, уши и так далее. А уже потом губы. Иди ко мне, я покажу, как надо. Ну как, теперь твоя очередь целовать меня. У меня все еще и чувство, собственно, достоинства. Поцелуй не повод сломить меня. Именно с этим осознанием я и пришла сюда. Что-то, что там дальше? Ты окончательно испортила настроение. Подолжен в другой раз. Окей, я буду ждать лучшего представления на завтра. Исчезни. Завтра иду в больницу навестить отца. Угу. Я решила, так как папе стало лучше, я обязана поехать домой завтра. И об этом всему рассказать. Затем упросить отца уехать отсюда. Неважно куда, главное, где можно спокойно жить. И не могу смотреть правде в глаза. Ведь я все еще способна прятаться от нее. После занятий. Прощайте. Приветики, вы Мисс Дэньшу? Я работаю в магазине вашего отца. Он просил подвезти вас. Разве я не говорила ему, что в этом нет необходимости? Он подумал, что вам не стоит тратить на такси. Мисс, прошу вас, садитесь. Ах, хорошо. Ах, на помощь! Кто эти люди? Не ездим в особняк. Понял. Эти люди хорошо подготовились. Обычно похитителям нужны деньги. Они из школы или из моего родного города. Если им просто нужны деньги, отец мог бы их дать и спасти меня. Но... Учитывая наше финансовое положение, я начинаю в этом сомневаться. Что мне делать? Без паники, нужно успокоиться. Надо придумать, как им помочь получить деньги от моего отца. Только так я смогу спастись. Мы остановились. Здесь так тихо. Это где-то за городом? Такая мягкая кровать. Пап, тебя сегодня выписывают из больницы? Идем. Это... Да, доктор сказал, что у меня небольшие ушибы, которые пройдет за пару дней. Это хорошо, папа. Я хочу домой. Что? Сегодня только вторник. Почему ты хочешь вернуться? Что-то случилось? Папа, звени, надо мной издеваются в школе. Они сильнее. Это запись моего утреннего разговора с отцом по телефону. Так, это ловушка. Мне смеяться или плакать? Здесь кто-то есть. Это он. Я труп. Ему не понравился поцелуй, а я сбежала. Теперь-то он точно отомстит мне вдвойне. В этот раз все намного хуже. Он взял так близко. Прости, я больше не буду никогда. Не будешь что? Это он? Я больше не буду убегать. Можешь делать со мной все, что хочешь. Он смотрит прямо в глаза. Черт, почему он молчит? Даже если я все сделаю как надо, ты все равно меня не отпустишь. Я права. Не могу сказать наверняка. Боже, что я сделала не так в прошлой жизни, чтобы заслужить такое? Где я ошиблась? Тогда что мне сделать, чтобы ты оставался доволен? Догадайся. Позволить тебе ударить меня? Это неплохая идея. И прекрати сопротивляться. Я чувствую какую-то теплую выпуклость. Я думал, ты разрешишь мне мучить тебя всевозможными способами. Быть замученной до смельцы значит быть избитой, но и не изнасилованный. Эй, тебе лучше не двигаться, иначе я больше не смогу сдержаться. Чего? Ну что ты, перестань реветь, я ничего с тобой не сделаю. Правда? Что правда? Ты не сделаешь этого? Ты ведешь себя так глупо, чтобы соблазнить меня? Да нет, конечно нет. Да пусть мне шандархнет молнией, если я вру. В ту ночь мне пришлось позвонить отцу. Я сказала, что издевательства со стороны одноклассников были всего лишь шуткой. Я пошутила только из-за того, что ранее чувствовалось себя плохо. Разумеется, он повесил трубку. Папа, ты правда поверил в это? Ты закончила? Если да, тебе следует пойти принять душ. Душ? Ты же взяла сменную одежду, или собираешься идти спать так? Ну же. Я хочу вернуться в школу. Я боюсь, что он может что-то сделать со мной в случае отказа. Однако, если я пойду в душ, он увеет меня голой, и тогда... Завтра здесь не ходят автобусы, и отсюда нельзя вызвать такси. Давай просто пойдем завтра в школу вместе. Ты... Не говори мне, что хочешь принять душ вместе со мной. Ничего за... А не проще ли просто убить меня и покончить со всем этим? Не зазнавайся. У меня нет слов, что не так с этим парнем. Морской брейс так приятно щекочет кожу, а бледная луна, как раскиданные по небу звезды, отражаются в воде. Это так расслабляет. Мой прежний дом тоже был расположен на берегу моря. Хоть мы были и не так богаты, но причин жаловаться на жизнь не было. Хм. Хватит уже. Давай спать. Спать? Я не так сильно устала, поэтому посплю на диване. И почему мы тебя не лечь первым? Иди сюда. Я хочу поспать на диване. А? Собираешься нарушить обещание? Я что-то пообещал. Ты сказал, что ничего мне не сделаешь. Но в тот момент, когда ты стояла на балконе, разве это не было для меня сигналом к действию? Не пойми меня неправильно, я просто стояла там, где не нужно было ей, извини. Играть со мной в кошки-мышки вздумала? Да пристрелите меня уже хоть кто-нибудь! Я тебе нравлюсь. А? Вы черт, зачем я это спросила? Нет, я просто прикалываюсь. После этого я возьму и избавлюсь от тебя. Ты ведешься так со всеми девушками? Не понимаешь? Что? Это выражение твоих глаз. Оно меня зацепило. Ты отвратителен. Нет смысла даже пытаться с ним серьезно поговорить. Ты так поступаешь с каждой, вне зависимости от того, нравишься ей или нет? Ага, типа того. Для парней это действительно не имеет значения, если есть возможность. Ты ведь такой богатый. Почему бы не подыскать себе девушку посимпатичнее? Иногда мне как-то пофиг. Пофиг? В таком случае купите резиновую бабу. Ты вроде говорил, что отпустишь меня после того, как будешь доволен моим поцелуем. Да. Тогда ложись, и я поцелую тебя. Ложись. А? А ты знаешь, как играть в игры? Да заткнись уже. Это чертова кроличья нора, в которой мне довелось провалиться. Ну что же, давай целуй. Тебе понравилось? Ого. А? Ну вот и все. Только попробуй отказаться от своих слов. Угу. Бесполезно так на меня смотреть. Ты сам сказала, что доволен поцелуем. Окей. Он наконец дался? Тогда ты спиздейся, а я пойду в другую комнату. Э, дверь заперта? Чертов взвращенец. Хм. Придурок. Иди ко мне на кровать. Нет. Как хочешь, я спать. Опять пытается меня надурить. В конце концов, на диване безопаснее. Наверное, это из-за стресса. Я так устала. Так хочется спать. Как удобно. Где это я? Не, ну ты, конечно, можешь еще поспать, но уже 10 утра. А? Пусти. А моя одежда все еще на мне? Как я оказалась в твоей кровати? Я точно помню, как уснула на диване. Ты сама залезла ко мне на кровать. Да еще и уходить не хотела. Все девушки такие. Сначала строят из-за независимых женщин, а потом ведут себя, как распутные шлюхи. Да ты сам такой, следи за языком. Извинила, что потревожила твой сон. Эй, у меня тут есть кое-что интересное для тебя. А? Тогда ложись, а я тебя поцелую. Отдай! Пожалуйста, удали! Неа. А? Хм. А? Так тебе все равно? Ага, можешь оставить это себе на память. А еще лучше, если покажешь учителю. И меня, наконец, исключат. В любом случае, я не намерена оставаться в этой школе. Он ведет себя, как последний сволочь, и угрожает мне. И я не могу позволить ему вести себя так и впредь. Нет, серьезно. Кому он собирается показывать это видео? Учителям, одноклассникам? Ну и что с того? Если он хочет добиться моего исключения, пусть постарается. Ведь я сама об этом мечтаю. Но мои родители будут расстроены, если меня исключат. Нет. Есть всего два способа, чтобы сладить сумасшедшим человеком. Первый – это самой предвариться сумасшедшей. Второй – просто игнорировать его. Познакомиться с сумасшедшим – это самое ужасное, что я могла сделать. Полдень. Молвы, господин, мы уже подъезжаем в школе. Отлично. Хорошо, что я на заднем сидении. Не хочу видеть его придружное лицо. Я не могу даже представить, что у нас сейчас за отношения. Да меня даже тошнит об одной мысли об этом. А, он заглотил наживку. А? Я говорю про то, что вычислил твоего напарника. Видишь, кто-то взломал мой телефон. И какое-то имеет ко мне отношение. Мы на месте. Желаем вам счастливой жизни, юный господин. Да, мне бы сначала вернуться в целости сохранности. Ты жалок. Кто, я? Кто взломал мой компьютер? Украл мой ID от компьютерской игры? Разместил мои фотографии в интернете? А еще взломал мой телефон, чтобы посмотреть фотку, где я целуюсь. Может, это какой-то извращенец, как ты? И кто с нас теперь жалок? Сегодня ты даже взломал мой телефон втайне. Наблюдал, как мы с моей девушкой занимались любовью. Как я уже сказала, разве ты не извращенец? Ты... Ублюдок. Тебе и твоему отцу лучше перестать распускать о нас сплетни. Твой старший брат знает, что ты преследуешь не только меня, но и моего отца. А твой отец знает, что насчет твоего дедушки. Можешь пойти к ним и пожаловаться на меня. Не беспокойся, я сделаю так, как ты хочешь. Но зачем тебе нужно сходить так далеко? Ты всегда был добрый к другим. Отчего им было сложно распознать твои намерения? Она точно думает, что ты на нее запал. Девушки, которые ни за кем не гоняются, очень легко становятся чьей-то жертвой. Эй, ты! А? Прости, заслужившаяся. На самом деле, это я был тем, кто подвел тебя. Я не ожидал, что все так выйдет. Нет, я очень благодарна тебе. Это не... Я не знаю, что ты видел, но это не то, что ты подумал. Я понял. Хоть это и выглядело, будто я взяла инициативу на себя. На самом деле, меня заставили. Я не знаю, как это объяснить. В общем... Я знаю, я досмотрел видео до конца. А? Окей. Я все правильно понял, не переживай. Тогда я пойду. В любом случае, большое тебе спасибо. Ага. Его зовут Янзи Юй. Он наш старостой. Иногда я вижу его во время обеда. Обычно я сажусь напротив него. Сперва меня это немного напрягало. Но со временем я привыкла. Ли Джин Хань. А? Разве я тебе не говорила перестать угрожать ей? Кто это? Она просто зашла в наш класс. Ну и почему ты до сих пор угрожаешь ей? Я... А что я, собственно, сделал? За последние шесть недель я ни разу не смотрела фильмы, не играла в комп, а каждый день занималась до двенадцати часов ночи. И все это ради того, чтобы попасть на первую строчку в списке оценок. Из-за твоего ребячества все мои старания обернулись прахом. И ты это прекрасно знаешь. Разве ты уже не первая, вторая леди? Да, я первая, но ты не заметил, что Хонзи Шу нет в этом списке. Ммм. Хмм. Что ты задумала? Ее отец был отправлен в госпиталь на прошлой неделе. Это ты постарался? Нет, да я бы не смог. Если бы даже и хотел. Мой папа уважаемый человек, которого кругом преследуют папарацци. У меня бы не получилось вытверить что-нибудь подобное. Ну и как это произошло? Он попал в аварию именно тогда, когда вы начали над ней издеваться. И я правда не имею к этому отношения. Тогда в чем дело? Говори. Мы только взломали электроснабжение ее района и отключили электричество на несколько часов. Кроме того, ее отец был виновником произошедшего. Он врезался в других людей. Если ты не веришь мне, спроси у нее. В магазине моего отца тоже не было электричества. Разве это не из-за тебя? Ладно, шучу. В тот день во всем районе не было электричества. Я услышала эту новость по телевизору, поэтому просто решил напугать ее. Кто же знал, что она окажется такой глупой и поверит мне. Так что мы тут ни при чем. Я ведь прав? Да ты вообще страх потерял. Люди, вроде тебя, находящиеся на 300-400 местах в рейтинге, не имеют права называть кого-то глупцом. Зачем ты пошел в магазин ее отца? Ее семья владеет магазином видеоигр. Любой может прийти и поиграть. Твой дом находится в технологическом саду. Зачем ты ездишь в Приморские горы, чтобы поиграть? Почему бы тогда не полетать в Америку? Остынь, я признаю. Сначала мы хотели пошалить у нее дома, но когда отец внезапно попал в аварию, нам пришлось свернуть свои планы. Я не верю ни единому твоему слову. Ты заставил ее изменить ответ на листке. Она отказалась, в результате чего ты отключил электричество. Неправда, у меня действительно есть люди, которые отключили электричество в ее доме. Но таким образом я решила ей отомстить, потому что она подставила меня. У нее такие высокие результаты. Кому вообще нужно было их использовать? Это я поменяла имя на листке. А? Ты сама это сделала? Зачем? Ты хотела отомстить, да? Ты и правда умница. Кто ты? Ты не знаешь меня? Я сижу прямо за тобой. Тебе стоит хоть иногда оглядываться вокруг. Тогда ты точно меня заметишь. Я никогда не обращала внимания на рейтинг. М? Вторая леди, твои оценки все еще не очень по сравнению с ее за прошлый тест. Ты? А? Заткнись, этот тест немного сложнее, чем ты ежемесячные тесты. Да что ты вообще понимаешь? М? Наверное, главка по самом сердце, ты думаешь, они почти такие же. Нет, я собиралась сказать, что они абсолютно одинаковые. Почему ты такая бессердечная? С этого момента, как ты перевелась, я больше никогда не могла занять первое место. Не важно, как сильно я старалась. Существует ли вообще способ? Чен Минхой, что ты здесь добыла? А? Минхой, что ты тут делаешь? Возвращайся в свой класс сейчас же. Учитель, переведите меня в ваш класс. Я хочу смотреть на то, как она учится. Ни в коем случае. В моем классе и так много людей. Так что возвращайся к себе. Сдайся уже. Мг. Вторая леди, ты никогда не сможешь стать лучше нее. Ни один нормальный человек не способен иметь высокие баллы по всем предметам. Мг. А? Учитель, это место свободно? Мой отец верит в то, что я смогу обойти ее. Ну тогда пусть твой папа придет в школу, и мы обсудим этот вопрос. Господин, чувак, она слишком раздражающая и суетливая. Никто из класса не захочет, чтобы она училась вместе с нами. Учитель, если я перейду в ваш класс, я прослежу, чтобы эти безденники перестали халтурить. Даю вам честное слово. Хорошо, я поговорю с твоим классным руководителем после урока. Большое спасибо, брат Зиму. Ла-ла-ла? О нет, зачем вы это сделали, учитель? Это какой-то ночный кошмар. Чертов ночный кошмар. Самое ужасное это то, что он намного реальнее, чем Фредди Крюгер. Я сказала, что я не права лишь по одной причине. Я думала, что они замешаны в инциденте, произошедшем с моим отцом. Но когда стало ясно, что мой отец сам был виновником аварии, я поняла, как глупо поступило. В общем, в этот раз я была не права. Потом я узнала, что отключенное электричество было всего лишь совпадением. Тогда какого черта я целовала этого придурка? Как же я хотела жить спокойной жизнью! Развидеть, развидеть, развидеть! Просто закопаю это глубоко в памяти и больше никогда не буду об этом вспоминать. Окей, ребятки, соберитесь в одно место. Школа организует вам поездку на неделю выживания в дикой природе. Такие выезды мы совершаем каждый семестр. Необходимое знание, которое вы должны из этого подчеркнуть, выживает сильнейший. Никто не имеет права отсутствовать, в противном случае ваши азанги ухудшатся. Заходим! Ага, значит, мы должны в течение недели выживать в долбанных джунглях. С таким крушительным рюкзаком за спиной дурацкая шутка. С таким же успехом стоило начать королевскую битву или принять участие в неадекватном телешоу. Но организовать неделю выживания в дикой природе тоже слишком. Я слышала, что большинство людей возвращались живыми. Некоторые из них сошли с ума и пили собственную мочу. Что ж, дети, достаньте свои телефоны. Установите данное приложение, которое случайным образом распределит вас по группам. 42 человека на 6 групп, а оставшиеся 7 человек на одну группу. Так, а теперь посмотрите, в какой вы группе. Загрузка. Подождите минуту. Готово. Пятая группа. Ли Чин Хань, Хан Цэ Джун, Ван Зэ Цин, Цэн Ци Янь, Лу Фэн. Я с Лин Джэ Ханем? А? Ммм. Как так получилось? Как мы оказались в одной группе? Ох ты ж ё! Похоже, она слишком бесполезная и потянет нашу команду вниз. Вот непруха. Ребята, подойдите сюда, отправляйтесь в фойе и передохните. Ох, я так устала от поездки. А здесь неплохо. Давайте играем во что-нибудь. Так, успокоились и послушали меня. В прошлом году вы уже принимали участие в данной поездке. Поэтому я считаю, что нет необходимости в повторных разъяснений правил. Просто следуйте им и старайтесь держаться на плаву. Вы можете носить с собой только мобильный телефон. Но если он сломается по вашей вине, школа не понесет за это ответственности. Завтра в 7 утра вы должны быть здесь. Для вас будут приготовлены два комплекта камуфляжной одежды, в которую нужно будет переодеться и еще. На вашем планшете установлена командная игра, которая пригодится для выживания в полевых условиях. Поэтому, пожалуйста, сыграйте в нее со своим товарищем по команде. Ха, в этом мы профи. Объединяться в группы в игре можно только с участниками своей команды. Да. А по-другому никак нельзя. Мы хотим сказать, что нам придется играть вместе с ней. Как будто я хочу с вами играть. Правила довольно простые. Шесть команд будут сражаться друг против друга. Сначала в групповом этапе, затем в полуфинале. И, наконец, в финале. Команда, которая выиграет последний раунд, будет победителем. Игра началась. Я просто пойду вперед. Брат Хань, поторопись и спаси меня, окружили три человека. Да, меня тоже. Что делать, кто нас спасет? Прямое попадание. Двойное попадание. Тройное попадание. Вау, кто это был? Настолько точные попадания? Если б я тут чуть коньки не отбросил. Это был ты, Ван Цзэцзин. Твоя семья разработала эту игру? Ты что, читер? Это Хуан Цзэньшу. Мадам всех убью. Очень хороша в военном искусстве. Как значит, это она? Мадам всех убью. Вау, Ван, ты такой молодец, что переманил девушку к себе в защиту. И ничего не делала. Она сама пришла. Как же я хочу застрелиться. Какого черта? Вы же были на грани смерти. Как вы прошли этот уровень? Да, это нечестно. Очень смешно. У тебя осталось в запасе еще 5% энергии, поэтому ты не умер. А мадам всех убью спасла тебя в последний момент. Вся правда в том, что я просто неубиваемый. Мадам всех убью. Постойте, могу я узнать, кто такая мадам всех убью? Э? Ну уже, хо-хо, дай петюню. Давай, детка, мы же одна команда. Ван, разве ты не говорил, что ненавидишь командную работу? Вы, ребята, никогда не поймете, как сильно наша группа любит друг друга. У нас очень крепкая связь. Хуан, ты правда молодец, давно играешь в такие игры? Я играла на каникулах в средней школе. Эй, кто позволил тебе так к ней обращаться? Разве ты не можешь звать ее Хуан? Если не Хуан, тогда что насчет Хуаван или Босс Хуа? Ха, разве Хуаван не название шампуня? Дзянь-шу, мало же вас на год. Она перескочила с первого года обучения на третий. В результате чего провела в средней школе всего два года, а также она заняла первое место в их первом школьном тесте. Она намного сильнее, чем вы думали. Воу, да вот дает. Ого, крутяк. Ха, и правда крутая? Хм, нет ничего необычного в том, чтобы стать знаменитой в какой-то маленькой и бедной деревне, где мало учеников. Верно. Получить первое место за тест сельской глуши ничего не стоит. Хм, посмотри, насколько тебе еще хватит. День второй, 18.00. Там остров! Бродхань, смотри, это остров! Все будьте осторожны при выходе из лодки. Ребята, мне необходимо провести досмотр в целях безопасности. Хорошо, теперь иди туда и забери пакет с водой и едой. Вот, держи. Одна вылка воды и два ломтика хлеба. Если пока не хочешь, не ешь. А если голодна, то только один ломтик. Не советую съедать все сразу. Потому что возможно, что эта порция рассчитана весь день. Серьезно? Хан-Хан, в нашей команде не приближайся к ней больше. Ты не внушаешь мне доверия. Увидимся позже, удачи. Как я могу выжить с этим в течение дня? Что, это правда? Испытание на выживание? Холм, где мы находимся, разделен на шесть частей. Каждый из которых является лагерем. Для команд в каждом лагере есть небольшое бунгало в качестве базы. Вы можете охранять свой собственный кемпинг или атаковать чужой. Группа, которой удастся завладеть всеми чужими флажками до захода солнца, побеждает. У нас есть хо-хо, так что победа нам гарантирована. Каждая область оснащена видеокамерами, поэтому вы не сможете жульничать. А теперь пусть каждый выберет себе одно оружие. Бро, давай возьмем это. Если я выберу пистолет, то точно не умру так просто. Так что если я что-то застрелю, то не получу пули в ответ. Согласно правилам, я не могу убить моих товарищей по команде. Печелька. Соревнование началось. Пятая группа. Давайте окружим их слева. И атакуем центральную зону. Эта команда находится здесь. Если мы нападем сзади, они среагируют позже. Отчего, если я правильно все рассчитала, мы сможем убить двух или трех человек. Я пошла, а вы можете защищать нашу базу. Идем в бой. Ох, кто-то вторгся на нашу территорию. И что? Двойное попадание. Тройное попадание. Четырехкратное попадание. Четвертая команда под обстрелом. Хон Зэньшу и не думает останавливаться. Хон такая сильная. И с какой-то командой. Ну, ты посмела ворваться на нашу территорию. Стоять, не сместа. Сдавайся, ты окружена. Промежуточные результаты соревнования таковы. На поле боя друг против друга сражаются только две команды. Пятая и четвертая. Выбавшая из борьбы Ян Юй, Йон Жайгу, Ян Лин, Мин Хуан Зэньшу. Что? Зэньшу выбыла? Чего? Хан Зэньшу выбыла. Что нам теперь делать? Быть выбавшей не так уж и плохо, если только ты не остался совсем один. Быть выбавшей не так уж и плохо, если ты только не остался совсем одна. Это не так важно. Уничтожая врагов не единственный способ заработать баллы. Самое главное – это командная работа, благодаря которой можно решить проблему выживания на этом острове. Неужели здесь совсем нет еды? Есть в основном это фрукты, овощи. Здесь нет рисоварки или газа. Разве нельзя развести костер? Костер? Четвертая команда выбывает от соревнований и отдает свой флажок пятой команде. Пятая команда получает 10 очков, и у нее возвращается Хо Цзэньшу. Теперь все группы могут вернуться на базу и заняться приготовлением пищи. Да, если одна команда побеждает другую, она может воскресить своего товарища. Ведь он жертвует собой ради других. Это разжигает моральный дух команды. Удачи! База пятой команды. А это не так уж и плохо. У вас есть посуда, овощи и фрукты, а также печь и хворост. Я раньше пользовалась печкой у бабушки, хоть я и не так хорошо готовлю, но парочку простых блюд все же осилю. А теперь приступайте к готовке. Эй, шо делаешь? А? Ого, эй, че, выглядит аппетитно. Эм, вкуснятина. Мне кажется, это несъедобно. Ага, ты отравишься, если будешь есть неочистенный картофель. А? Он что, и правда такой идиот? Он был так похож на фрукт? Поднажми. Ого, у нас и правда получается слить воду? Вау, Хо-Хо, да ты силачка. О да, вода так и хлещет под твоими руками. Хорошо, что ты есть, Хо-Хо. Приятно слышать. Принц, пошли рыбочить. Но у тебя же болят ноги, Хань. Пофиг, идем. Ладно. После совместных усилий я поняла, что командная работа намного важнее работы в одиночку. Вау, вкусно пахнет. Сейчас я буду накладывать. Достаньте тарелки. Вот, держи. Жареные картофели, огурцы, яйца, тушеная рыба, фасоль. Столько всего. Цзэньшу, твои кулинарные навыки просто поражают. Цзэньшу, ты наша богиня. Вкуснотища. И если бы не ты, мы бы померли с голоду. А еще никогда не ел таких вкусных блюд. Спасибо, было очень вкусно. Мы пойдем разобьем лагерь. Хань, ты ранен, поэтому тебе лучше остаться и отдохнуть вместе с Хуанху. Он ранен? Он довольно симпатичный. Но его физическое состояние не внушает оптимизма. Твои ноги. А? А? Чья это база? Вкусно пахнет. Цзэньшу, говори тише. На связи переводчики Маньхуа. Так как с официального сайта, куда были изначально выложены данные о Маньхуа, она была удалена, то можно считать проект завершенным без надежды на продолжение. Если я в будущем узнаю, что проект будет дальше продолжаться, выпускаться и также переводиться, я обязательно сообщу вам об этом и озвучу его для вас. А пока на этом все. Это был конец. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться и включать колокольчик, чтобы не пропустить вам мнение о новых роликах.